Всех приветствую! На нашем канале сегодня у меня Mi A4 или Mi A1, как он называется, кодовое название Mi A1, МДГ-2 кодовое название телефона. Снимаем винты, далее аккуратно, там у нас шлейф идёт, не забывайте, гунтый аппарат. Сейчас посмотрим, что у нас с системой. Если система целая, то система не сильно пострадала. Крышка гнутая достаточно. Будем выпрямлять. Так, ну рамку мы проверим после того, как снимем дисплейный модуль. Телефон работает, включается, я проверял. Кстати, этот вон без шлейфа. Поспешил я с оценкой. Вон, видите, шлейф совсем короткий, то есть пристёгивается сразу к системной плате без всяких кабелей на этой модели. Вот так вот выглядит. Крышку можно выпрямить элементарно, руками. Ни в коем случае не пересеркнуть. Определить, где основной изгиб и немного подкорректировать. как раз вот здесь, где находятся кнопки и слот сим-карты. Ну вот, почти. Почти. Ну, как видите, всё включается. Вырубаем. Вдребезги дисплейный модуль. Так, что у нас тут? Можно сразу проверить. 23 евро стоит дисплейный модуль. Не знаю, сказал я или нет. 23 или 24 сегодня я купил. Терпимая цена. Ну и там за работу. Каждый берёт по-своему. Я беру от 5 до 50. Это за работу. Всё зависит от клиента. Включился. Ждём загрузки. Так, ну что нужно сразу сказать. Разъём идёт под батарею. Придётся снимать батарею. Жгуты есть. Не знаю, насколько они качественные здесь. Вот. Снимем жгуты. Снимем батарею. Поставим на сепар. Прогреем до 100 градусов. Спокойно снимем дисплейный модуль. Ну, в принципе, то же самое, что и везде. Но пока ничего нет. Видите, хорошего качества, красочный дисплей. Так, кнопки у нас, наверное, нет здесь. Вот. Можно выключать. Подключаем дисплейный модуль. Подключаем батарею. Так, ну не знаю, получится вытащить или не получится без снятия динамика. Вижу. Вижу. Ну, вижу. 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 не хочется полностью разбирать лучше было конечно снять динамик и опустить жгут и тогда нормально пошло если у вас до хера времени и один телефон на ремонте то конечно лучше снять 15-20 телефонов на ремонте в день такие вещи хочется опускать хотя смотрите да как очень кстати прочность жгут я вам скажу намного прочнее чем на iphone айфоновский бы уже порвался там допустим на шестерке да там приходится виброзвонок снимать чтобы нормально вытащить на шестерке тоже а тут смотреть очень охеренно прочный я вам скажу так ну и этот как мы под углом теперь мы уже знаем его прочность круто жгуты мне понравились на этом телефоне и так сняли батарею шлейф у нас уже на двустороннем идет давайте его оставим на него же и налепим так все в принципе отверстие все просто ставим ставим на сепаратор нагреваем к у нас лежал на коврике успел покрошиться нет ничего неприятнее стеклянной крошки что нужно сказать в этой китайской модели ну точно что она менее прямо проблематичная в ремонте чем бэкью это я точно уверенно говорю с бэкью постоянно какие-то проблемы какой-то недоработанный бренд мой взгляд шаломи так у нас его называют по моему по качестве вот до huawei конечно еще не не добрался но вроде бы ничего я пока все такое не приобрел ремонт так сильно нагревать не будем все-таки есть рассыпчатый по нет смысла его сильно греть спасать там нечего тупо снимаем крошки эти легко отходят несмотря на то что я его нагрел там градусов до 60 всего отлично снялся так сразу смотрим что здесь что нужно снять отсюда очищаем не хочу очищать на столом крошки не падали на стол эту штучку обязательно поставим на верхний динамик подъем вот это Походу такой же скотч и жгут, как и на батарее. Тоже гнутая рамка. Камера передняя. Немного пострадала после падения видно. Смотрим что тут надо переставить. Разъемы у нас не заклеены. Драйвер тач заклеенный. Не знаю зачем. Давайте тоже заклеим. Подсветка. Так и вот этот рассеиватель. Переставляем. Кстати иногда он стоит на модулях. Причем здесь придется стоять на глаз. Обратите внимание здесь на оригинале. Тут все очерчено четко. А здесь ничего нет. Приблизительно. Приблизительно. Прилепим его. Так вот. Все. Эту хрень можно выкидывать. Пластика нету. Только с этой стороны. Давайте прикинем. Куда подевался наклейка от верхнего динамика. Вот она по моему. Давайте посмотрим все ли влазит. Ставит лучше снизу. Сейчас проверим нагнутость и выгнутость. У нее решетка верхняя. Это от айфона шестого. А его куда-то я подевал. Незаметно как бы. Ну ладно. Если что шестерку наклеим. Ничего страшного. Качественнее будет. Хотя здесь нижняя решетка такая качественная. Что можно вообще без нее ставить. итак. Давайте проверим. Гнутое немного. Совсем чуть-чуть. Очень опасный этот материал. какой-то. Какой-то не знаю что такое. Алюминиевый сплав какой-то. Очень легко ломается. Поэтому если у вас что-нибудь из него гнутое будет. Аккуратно не переусердствуйте. А то переломайте пополам. Как у меня было один раз. Не помню что я сломал. Что-то из галакси у меня было. А вот она. А это вовсе не решетка. Это просто рамка. Короче ко мне пришли. Все иди. Я на секунду. Так друзья отключусь на секунду. Короче пришел клиент. Принес мне пятый айфон. Попросил срочно почистить ему заднюю камеру. Она вся в пыли. Я ему зарядил 10 евро. Он сказал что он очень доволен самой. Мы-то знаем с вами как это все просто делается. А пыль залетела почему? Потому что телефон уже открывали. Ну вот еще. Эта ерунда стоит 10 евро. Передняя камера у него тоже пыльная. Оно почищу и переднюю тоже что ли. Давно не держал в руках пятый айфон. Практически на ремонт уже не приносит. Носит часто 5SE. Скоро выведет 5SE2. Интересно. В заворот посмотреть что там у него. Упрощение от отступления от темы. Все. Я закручиваю два винтика и продолжаем. Закручиваем. Просто хочу сказать что за 2 минуты можно заработать 10 евро. Бывает и больше. Заглушки у человека не было. Я бы с удовольствием конечно ему поставил. Но не хочу сейчас искать ее. Итак. Мы отступили от темы. На чем остановились. Мы проверили каркас, рамку. Она у нас нормальная. Чуть согнули ее и выпрямили. В принципе можно наносить клей. И я показывал эту самую рамку. На которой нет решетки. Решетка сама не выпадает. Все. В принципе наносим клей. Дисплейный модуль мы проверили. Сажаем как обычно без изменения. Так. Ну здесь я думаю лучше на дисплей не ввести. Мне кажется так удобнее. Ну секунду. Еще один пассажир пришел. Придется мне сейчас опять стоять на паузу. Пошли на паузу. В chunk. Нет, нет. Не надо. Субтитры сделал DimaTorzok Клиент принес мне седьмой айфон Пока я с ним разговаривал, почти заляпал Принес мне седьмой айфон Кстати, это первая семерка, которая мне попала в руки, на которой не работает антенна То есть не ловит сигнал в постоянном поиске Честно скажу, я с этой проблемой еще не сталкивался Поэтому просил у него еще один день, чтобы он оставил Завтра буду разбираться с семеркой С аудиокодеком мы уже разобрались Те, кто занимается ремонтом, наверное, все уже знают У каждого айфона есть свою бич Это как на шесть плюсах был Все время затрудняюсь перевести на русский Это драйвер Дисплейный Тачскрин, чтобы не работал Там на шестерках драйверы подсветки Еще там еще модем постоянно летит На шестерках тоже подсветка часто летит Тоже транссивер Довольно часто меняю И на семерках сейчас аудиокодек Много раз уже менял Удачно И вот принесли семерку с этим самым С антенкой Вот образом разбирается И так Ну, налепил я его Вот Опять же, не спешу Составлю на зажимах До утра Так, если бы спешил Да То Сейчас кинули бы на сепаратор На пару минут разогрели бы И все было бы готово Поэтому, если спешки нет Спокойно вставляем Пока собирал модуль Наверняка Залапал камеру Даже не заметил Может быть и нет Ставим батарею Давайте посадим батарею На двусторонний скотч Чтобы не болталось там Трем Трем Аккуратно надеваем крышку Осталась у нас сим-карта Винты Откручивали Вроде Стесанный каркас Деформированная малость Тут непонятно С какой стороны Его лучше Оставить Сверхний Или снижний Включаем Включаем Ставим слот Вот он немного играет У меня Потому что Клей еще не высох Это нормально Что он играет Ну все Все отлично Сел нормально Клей не вылез Ну смотрите Неплохо выпрямили Практически идеально Получилось Ставлю на зажимы Кстати Эти зажимы я покупал В Москве Три года назад Осталась Играет Аккуратно Эти зажимы Играет 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 Эти зажимы Эти зажимы Откручиваем все друзья всем спасибо очередной раз за внимание пишите жду комментарии всем спасибо за лайки и дизлайки спасибо подписчикам все работает это у нас был шаоми 1 кодовое название dg2 23 евро стоит дисплей не то по моему 45 и сказал клиенту всем удачи друзья на связи оставайтесь